Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуру Чувашской республики. И я, и ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, касающуюся соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды. Не отлимывая частью среды обитания человека. И поэтому его охрана – одна из актуальнейших задач проблем современности, решение которой не терпит отлагательства. Загрязнение атмосферного воздуха негативно сказывается на экологической безопасности страны, влияет на здоровье каждого без исключения жителя. В системе обеспечения качества атмосферного воздуха большое значение придается борьбе с нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха, особенно их предупреждению. В связи с этим мы хотели бы поговорить о том, насколько сегодня в республике обеспечена охрана атмосферного воздуха. Всегда ли хозяйящиеся субъекты, чья деятельность связана с выборством загрязняющих веществ, соблюдают законы? Сегодня у нас в студии старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской Республики Анатолий Иванович Фролов. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Анатолий Иванович, насколько мне известно, совсем недавно органами прокуратуры Чувашской Республики повсеместно проведены проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, то есть практически во всех городах и районах республики. И наверняка этому предшествовал какой-то мониторинг, какой-то анализ вообще ситуации в целом по республике, связанной с качеством атмосферного воздуха. Что вы можете по этому поводу сказать? На территории Чувашской Республики мониторинг качества состояния атмосферного воздуха проводится управлением Роспотребнадзора и Чувашским гидромедцентром. Для этого на территории Республики имеется 8 мониторинговых точек, это управление Роспотребнадзора и 6 постов, на которых берутся также пробы качества воздуха у Чувашского гидромедцентра. Эти посты расположены в городе Чебоксары, Новочебоксаске, в Канаше, Шумерле, поселке Вурнары и в других местах. В 2014-2015 годах отбор проб не зафиксировал каких-либо выбросов значительных в атмосферу, в воздух. Также отсутствие превышения предельно допустимых выбросов не показали вот эти вот пробы. В целом анализ статистических данных за 2010-2015 годы свидетельствует, что с каждым годом улучшается состояние воздуха, чему способствуют определенные принимаемые меры. Ну, это можно было бы проиллюстрировать в цифрах. Если в 2010-м году отборы проб показали, что, а их было привезено 13 тысяч за год, показали, что в 13 сотых процентов случаев имеются все-таки превышения, в общем-то, вот этих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то уже в 2014 году данная цифра упала на 84 процента и составила всего 0,02 процента. А за 7 месяцев 2015 года превышений предельно допустимых вредных веществ в атмосферном воздухе и вовсе не обнаружено. Ну, это что касается состояния атмосферного воздуха в целом по республике. Если взять города Чебоксар-Ново-Чебоксаск, здесь, конечно же, ввиду того, что с каждым годом увеличивается автопарк, то здесь немножко ситуация похожа, конечно. Ну, как Вы говорите, все-таки одним из основных загрязнителей является все-таки владелец трактных средств атмосферного воздуха. Но, тем не менее, у нас ведь есть и предприятия, и организации, особенно промышленные. Есть предприниматели, которые имеют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, у которых есть свое производство. Вот как здесь обстоят дела? Действительно соблюдается ли имя требований законодательства в этой сфере? Проведенными проверками были охвачены как крупные, средние, так и небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют по роду своей деятельности выбросы в окружающую среду и тем самым загрязняют ее. В ходе проверок крупных предприятий было установлено, что в целом требования природоохранного законодательства не соблюдаются. На этих предприятиях, которые, в общем-то, я скажу, проверяются из года в год нами, то есть сейчас удалось добиться, что есть на каждом предприятии и производственный контроль, и соответствующее разрешение на выбросы загрязняющих веществ, ну и, соответственно, установлены соответствующие нормативы этих выбросов. Везде имеются санитарно-защитные зоны, ну, в общем-то, к ним каких-либо серьезных замечаний в ходе проверки не имелось. Но, что касается средних и малых предприятий, здесь немножко картина другая. Практически во всех районах и городах республики выявлено нарушение. Отдельные предприятия, которые воздействуют, в общем-то, на атмосферный воздух, осуществляют выбросы, либо не имеют разрешения на такие выбросы, либо имеют неразработанные нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух. У кого-то отсутствует санитарно-защитная зона, а, как мы знаем, санитарно-защитная зона, она очень важна. Чтобы понимать, для чего это нужно, есть стационарный источник выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. И вот в пределах вот этой санитарно-защитной зоны, в общем-то, запрещается строить жилые постройки, детские сады, школы, больницы и так далее. Это что касается... Ну и если взять прям конкретные какие-то примеры, можно вспомнить пример прокуратуры Ядринского района, когда на одном из предприятий было установлено не только отсутствие разрешения самого по себе, но и не разработаны были нормативы предельно допустимых выбросов. То есть, в общем-то, все нарушения на одном предприятии, можно сказать, были выявлены. А чем занималось это предприятие, не можешь сказать? Это предприятие занималось производством изделий из ПВХ. Ну, в общем-то, по результатам проверки прокуратурой района было возбуждено в отношении директора административное дело за правонарушение. Назначен в настоящее время штраф в размере 40 тысяч. Также внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время на рассмотрении. — Скажите, пожалуйста, а вот мы прекрасно понимаем, что эти предприятия, организации, значит, получается, соответственно, осуществляют выброс загрязняющих веществ от потенциального воздуха. Они сами-то должны контролировать свои выбросы? Есть ли такие нормы, которые говорят о том, что все-таки у них есть какие-то обязанности в этой части, чтобы они сами действительно следили для того, чтобы те выбросы, которые они осуществляют, не превышали определенных нормативов, определенных пределов и так далее? — Да, конечно. Такие требования законодательством установлены. Каждое предприятие обязано не только получить соответствующее разрешение на выброс, разработать нормативы, но и следить за количеством выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. То есть, проще говоря, осуществлять производственный контроль и соблюдать установленные сроки. Такие нарушения тоже выявлялись по всем фактам принятой меры прокурорского реагирования. — Скажите, а в Чебоксарах вообще выявлялись такие нарушения, которые имели место со стороны предприятий? Потому что у нас здесь очень много тоже достаточно предприятий промышленных. Что вы можете по этому поводу сказать? — В Чебоксарах также в ходе проверок выявлялись нарушения. Ну, достаточно вспомнить пример недавно проведенной проверки на агрегатном заводе. — Спасибо. А мы как раз хотели показать сюжет о Чебоксарском агрегатном заводе. По правилам на Чебоксарском агрегатном заводе должны быть установлены границы санитарных зон. Эти барьеры защищают жилые кварталы от шума, пыли и вредных выбросов. Согласно закону, предприятие обязано проводить исследование атмосферного воздуха и предотвращать попадание в него загрязняющих веществ. Правда, на агрегатном заводе эти работы проводились без согласованного проекта, отмечают прокуратуре. — До сегодняшнего дня данный проект не представлен в управлении Роспотребнадзора по Чебоксарской республике для утверждения и получения решения. По данному факту прокуратуры района возбуждено дело об административном правонарушении и для рассмотрения направлено в управлении Роспотребнадзора. В ходе проверки на агрегатном заводе выявили и другие нарушения закона. Один из литейных цехов предприятия работал без специальных разрешений на выброс вредных отходов в атмосферный воздух. Сейчас это административное дело рассматривают в Республиканском управлении Роспотребнадзора. — Принадлежащее агрегатному заводу литейное производство раньше арендовалось трактор «Промлитом» до 30 апреля текущего года. В настоящее время числятся за агрегатным заводом прокуратурой района также внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также в районный суд направлены исковые заявления для разрешения данного вопроса. Если завод не устранит нарушения в положенные сроки, то его руководителям грозят серьезные штрафы. Хотя отмечают прокуратуре на предприятии. Уже начали работу над ошибками. — Так или иначе, предприятия, которые занимаются промышленностью, особенно, которые имеют источники загрязняющих веществ, источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, они все-таки наносят ущерб определенной окружающей среде. И разные предприятия, соответственно, этот ущерб наносят по-разному, в зависимости от того, насколько много они выбрасывают этих загрязняющих веществ, в зависимости от того, какие эти вещества в этих выбросах содержатся, в их количестве и так далее. Должны ли они платить за это государство? — И второй вопрос у меня возникает. Дифференцирована ли эта плата в зависимости от того, сколько загрязняющих веществ и в каком количестве, и в каком качестве, соответственно, выбрасывается атмосфера на воздух? — В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды, негативное воздействие на окружающую среду является платным. То есть, если, проще говоря, предприятие или дизайнальный предприниматель негативно воздействует на окружающую среду, то за это нужно заплатить сроки, порядок уплаты, а также предприятие в зависимости, как уже было сказано, от способа воздействия, от источников воздействия, в основном, соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. А вносить плату необходимо ежеквартально. За невиннесение платы установлена соответствующая ответственность административная. И необходимо отметить, что бывают в практике такие случаи, когда предприятие может целый год не платить и надеяться на то, что это останется как-то незамеченным. На самом деле все это видно, все, в общем-то, предприятия отслеживаются. Просто, возможно, проверка пока еще не пришла. Но ответственность, сразу хотелось бы пояснить, наступит за каждый квартал неуплаты. То есть, проще говоря, не заплатили за первый квартал штраф, за второй следующий штраф будет. И так четыре штрафа в год может быть. Соответственно, эти штрафы могут быть больше даже, чем самоплата, я так понимаю. Да, да. Штрафы, если берем должностных лиц, это от трех тысяч до шти тысяч. Но предприятие, если будет отвечать, то это будет уже от пятидесяти до ста тысяч. То есть, мы можем сказать, что не уплатив в год, предприятие может до четырехсот тысяч заплатить штрафы. Но это не освобождает от уплаты. То есть, получается, двойная оплата. Скупой платит дважды, как говорится. Да, скупой платит дважды, а то и более. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, еще последний вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, кроме привлечения к административной ответственности, органам прокуратуры принимается ли какие-либо иные меры к тем нарушителям законодательства, которые нарушают законодательство об охране окружающей среды? В качестве одной из мер прокурорского реагирования в таких случаях это внесение представления об устранении нарушения законодательства. Дается месячный срок на устранение. В последующем может быть рассмотрена такая мера прокурорского реагирования как направление в суд иска об обязании устранить нарушение или же внести соответствующие платы и так далее. Но в каких-то отдельных случаях, если нарушение очень серьезное, может рассмотрен быть вопрос и возбуждение уголовного дела. Спасибо большое. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Анатолий Иванович Провов. Как видим, еще далеко не все граждане пришли к пониманию того, что природа является нашим общим домом. От качества добротности, которая зависит продолжительность жизни, наше здоровье и здоровье будущих поколений. Безответственное отношение к тому, что нас окружает, сегодня может вылиться в катастрофу завтра. Так стоит ли ждать, когда произойдет этот взрыв? А сколько еще можно думать, что природа – это безразмерный резиновый шар, который все проглотит? Нет, не проглотит, а выплюнет все, что в ней накопилось. Вот тогда уже будет поздно что-либо изменить. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова